19 июня 2017 года Комитетом по имущественным отношениям и землепользованию и Комитетом по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы было проведено выездное заседание на тему соблюдения требований земельного законодательства, а также санитарно-эпидемиологических требований для размещения животноводческих комплексов. Совещание под председательством первого заместителя председателя Московской областной думы Никиты Чаплина прошло на территории городского округа Зарайск. Тема нашего выездного заседания связана с обращениями граждан. В адрес губернатора правительства Московской областной думы поступают обращения граждан с жалобой, связанной со строительством размещения ценоводческого комплекса на территории Зарайского муниципального района. И поэтому сегодня мы приехали сюда разобраться в этой ситуации, выслушать все стороны, выслушать инвесторов, министерства инвестиций и инноваций, выслушать экологов, выслушать, прежде всего, граждан, которые беспокоены сложившейся ситуацией. Вопросы повестки дня были поставлены не случайно. Выделение земельных участков под строительство животноводческих комплексов, привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства, осуществление государственного земельного и экологического надзора, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, осуществляющих деятельность в сфере животноводства. Планируемое строительство мега-свинокомплекса и работа комфофермы на территории городского округа Зарайск, несогласованность действий, а зачастую без действий органов законодательной и исполнительной власти Зарайского муниципального района, противоречивость информации и нежелание большинства зарайцев иметь на территории городского округа минус замедленного действия в виде свинокомплекса, все это привело к активному протесту жителей, переросшему в протестное движение. В настоящее время протестным движением собрано 15 323 подписи жителей, только жителей Зарайского района, которые высказались категорически против строительства этого свинарника. Без всяких экологических экспертиз, без всяких общественных обсуждений проекта, эта технология здесь не должна применяться. Это первое. В нашем Зарайском районе совершеннолетних жителей всего 30 тысяч, то есть каждый второй высказался против. Мы проводим уже второй митинг. Провели организационную работу, чтобы провести в Зарайске уже межрегиональный митинг, чтобы все представители регионов, в частности инициативная группа от Калининградской области, от Нижегородской области, от Рязанской области, где хотят это все тоже построить, они тоже этого не хотят, и Московской области выступили и заявили категорический протест реализации таких технологий на территории нашей страны. Замалчивать проблему сегодня стало невозможным. Ужасающие примеры работы компофермы, которая неоднократно подвергалась проверкам и штрафам за серьезные нарушения. Документы, подтверждающие бесконечное обращение жителей по фактам допущенных нарушений. Слезы и крики о помощи людей, живущих рядом с действующим предприятием, работа которого может стать причиной страшнейшей экологической катастрофы. Местные жители в Солопово, которые живут недалеко от этой компофермы, уже жалуются на то, что пруд, в котором раньше можно было ловить рыбу и купаться, там уже ничего это делать нельзя. То есть практически источные вот эти весенние воды все заносит водоемы. Небольшая ремарочка у меня здесь по поводу выступлений Константин Константинович. Вот вы отметили в своем выступлении, что навоз разбрасывается таким способом на 32 гектара. Это не совсем правильно. Я вам со всей ответственностью заявляю, что навоз таким способом разбрасывается на всех близлежащих полях, которые в общей площади, значит, более 300 гектар. Это точная информация. Кроме того, они занимаются разбросом в зимнее время. Хотя это категорически запрещено. На снег выливается, значит, эта жижа, потом в период таяния снегов попадают в речки, в осетры пошли. Это просто, это экологическая катастрофа. Серьезная дискуссия никого не оставила равнодушными. Поручения разобраться по каждому поставленному вопросу давались службам в ходе проведения совещания. После длительного обсуждения было выработано и озвучено решение, которое единогласно поддержали члены комитета. Первое. Просить правительства внести вопрос правительства, не заключать на вес соглашения с компанией СПФ Зарайский и другими компаниями Зарайзники по размещению свиноводческого комплекса на территории Зарайского района до решения окончательной ситуации. Понимаете? Второй пункт. Осуществить выезд на предприятие в Нижний Новгород. Третий пункт. Довести до сведения инвестора решения, которые были приняты сегодня на совещании. Наши мнения, которые были высказаны. Четвертый. Провести тщательную проверку по компоферме. И пятое. Выбор размещения свиноферм в Московской области проводить аналогичное по подбору полигонов для размещения ТЭБО. Учитывая, что это производство имеет колоссальные экологические последствия. Давайте предназначить изменения по федеральному законодательству в этой части. Такие пять предложений. Коллеги депутаты, кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Против воздержавшихся? Нет. Решение принято единогласно. Благодарю вас за мероприятие. Есть ли замечания поведения? Поведения есть. Спасибо. Спасибо.